Продолжение следует... В 48-м встал вопрос об образовании Израиля. Бенгарион приезжает и ведет переговоры. Голдомейр приезжала в Россию. Встречалась с идущими евреями. Михойлса и так далее. Михойлса убили потому что слишком много знал. И там они еще вели во время войны переговоры с богатыми евреями, чтобы они помогали Советскому Союзу. Вот тут вообще кошмар. Помогали Советскому Союзу оружием и так далее богатые евреи. Вот. И 14 мая 48-го года 18 минут речь и произошло образование Израиля. Они, конечно, просили оружие. Тоже, видите, оружие. Актуальная тема. Просили оружие у всех. И Сталин даже пообещал тоже оружие. Но он пообещал оружие, знаете, как солдатами, он говорит. Я дам вам оружие. Только собственными солдатами. А для чего это было сделано? А для того, чтобы сделать социалистическую республику Израиль. Это было сделано для этого. Но Израиль, естественно, включил заднюю, хотя они вели переговоры, они поняли, что замысливает Сталин. И в берлинском кризисе они, кстати, поддержали, естественно, Соединенные Штаты. И после этого в 52-м году Сталин расстреливает несколько евреев из антифашистского комитета и заводит дело врачей. Но у него потом, правда, слава богу, ничего не получилось. Потому что в 53-м, как мы знаем, он умирает. Видите, как все хорошо происходит. Я же вам говорил про Карибский кризис. Карибский кризис был в 62-м году, а в 63-м убивают Кеннеди. Вот, блин, эти камни мне не нравятся. А в 63-м убивают Кеннеди, а в 64-м Брежнев убивает Хрущева. Так что все эти кризисы, я не думаю, что сейчас кто-то тоже из этих супер-властителей мира долго продержится. Год-два и, мне кажется, у них тоже какая-то судьба. Там берут или их разберут на запчасти. Что-то должно произойти. Потому что то, что они затеяли, это уже все тумач. Это уже никуда не годится. Это всех касается президентов, ребята. Всех абсолютно. Нынешних. Потому что после 62-го года там все они поменялись. Точно так же. Моментально. В общем, едем по Полянскому. Не знаю, зачем я начал вам про евреев рассказывать, но придется продолжать. А что не знаю. Кто у нас президент Украины? А кто у нас ведет переговоры закулисные Абрамович с Коломойским? А не кто? Вопрос. Ответ. Я не говорю, что кто-то плохой, кто-то хороший. Потому что в Великую Отечественную войну, когда там круп, кстати, тоже был еврей, да, поставлял который весь металл. Вся бронетехника. Но, тем не менее, когда Германия начала высылать евреев, они только хотели у них конфисковывать имущество и высылать... О, сколько тыквы. Можно было купить, смотри. И высылать их. Так вот, США, как, кстати, вот аналогично, простите меня, но аналогично, 100 тысяч евреев приняли, они, кстати, 100 тысяч тоже украинцев приняли. И сказали, все, ребята, все. Остальные, кто куда хочет, туда едет. В Организации Объединенных Наций только одна Доминиканская Республика, куда сейчас вот туры есть туристические, согласилась принять себе десятки тысяч. Я уже не знаю, не выезжали, не выезжали евреи. Но дело обстояло так, никто их не согласился принимать. Вот такой ужас. Естественно, потом... Вот сейчас я смотрю исторические факты. Уничтожение одного гетто, уничтожение другого гетто, уничтожение третьего гетто. И каждый день, буквально вот эти сороковые года, если там посчитать, надо просто узнать, сколько гетто было уничтожено. А гетто что это такое? Туда сгоняли евреев, потом маленько их там прикармливали, и потом они их потом уничтожали, когда они совсем голод начинали помирать. Такая была история. Страшная, пристрашная. Но евреи есть герои. Вот, например, семья Розенбергов, которые участвовали в передаче данных по атомной бомбе. Их в 51-м году разоплачили и приговорили к электрическому стулу. Поэтому среди всех национальностей есть белые и черные, абсолютно и среди наших, и среди ваших. Есть евреи-герои. Естественно, евреи после этого были обижены таким отношением в Соединенных Штатах. Естественно, поэтому они передали все чертежи атомной бомбы Советскому Союзу. Это было само собой. Ну, потому что все, брели 100 тысяч. Как точно так же, так же. А кого сейчас говорят, вот Америка поддерживает. Да Америка сдаст. И Украину тоже сдаст вообще с потрохами, только как только перестанет ей она быть выгодной, или как только перестанет что-то там, начнет цена падать, не знаю там. А что? Я понятия не имею, что Америке выгоднее, когда падает цена на газ, или когда растет. По-моему, когда растет, потому что основным поставщиком газа вообще в мире является Америка. Основным поставщиком нефти является Америка. Вот если по масштабу брать. Поэтому, естественно, все эти развязанные войны, все это ей в плюс. Потому что и валюта эта, ничем не обеспеченная, просто идет космический. И если даже золото упало, золото 1600 сейчас на троську унцию, это когда такое было? А доллар ползет, евро даже упал. Это же когда такое было? Поэтому любая война это мать родная для Соединенных Штатов. И сдаст она, конечно, любого абсолютно Грузию, дала всех. Ну, сдаст, конечно. Я вообще не понимаю, как такой предатель вообще, как с такой кармой и выживает. Это вообще парадокс, вообще парадоксальный. А президент сейчас нынешний, который здоровается с воздухом постоянно. Это тоже какой-то нонсенс. Полянский перевал, потому что село уже было Полянское, правильно, да? Да, да. Ну вот. Это мы назовем Полянский. Перевал такой тоже нехилый, если честно. А дальше за Полянским, скорее всего, будет Туркусон потом. Больше в поселочке мы, наверное, не будем заезжать. Наша мечта с заводинкой сбылась. Но там даже магазина, естественно, нету, потому что вот мальчишки, которые нам встретились, это они, оказывается, ездили в магазин. Ну, это вид, вот вам, Полянского перевала. Тоже лунная долина. И неплохая. Посмотрим, сколько перевалов. Просто раньше я не обращал на это внимание, когда едешь и едешь. А теперь мне просто самому интересно. Подавить название. Я даже сейчас знаю, что после Туркусуна будет, что? Наташа, что будет после Туркусуна? Что? Наташу не знаю. Река Бухтарма будет. А, да. Река Бухтарма будет. Вон она, кстати, река Бухтарма. От сюда такая маленькая и небольшая. Вот это урожай И кстати там прямо в Полянском Прямо возле огорода Но я думаю недорого бы они продавали Кстати скоро Хэллоуин В Соединенных Штатах надо туда отправлять Оно же замерзнет Теперь она замороженная схваща Смотрите сколько тыквы Товарищи это Тургусон Надо будет в Бухтарму наверно Обязательно Мне сверху видно что-то так и знаю сделать Это железная дорога у нас проходит здесь А это у нас свежение скорости Нет ну зачем ты же должна Заморожечку снять Обязательно А это у нас еще свежение скорости И вот она река Бухтарман Кстати у этого Белыши есть тоже проезды Виталик его по-моему зовут Вот вы представляете он в такой сезон вообще смело может Как его там случайно на войну то не заберут А у него зрение плохое Наверное И вот он на своем водомете может в какую погоду Такая погода это вообще наоборот ему супер Если они там уже в снег уже даже умудряются за этим хариусом Мне бы уже хариус задал А у вас хома была бы от него А вот им нравится